Всем привет! А давайте я вам расскажу о покупке какой-нибудь устройства за рубежом. Тем более, сейчас близится Новый год. Думаю, эта тема будет актуальна и для общего развития, думаю, будет полезна. Всю процедуру мы будем рассказывать на примере магазина Google Play Store, потому что это наиболее, скажем так, обширный. Он затрагивает многие моменты, которые имеют некоторые особенности. Например, то, что данный магазин доступен только для если говорим о американской версии Google Play Store, то он доступен только жителям, проживающим в США. В нашей стране данный магазин именно секция покупки устройств недоступна. Есть, конечно же, eBay, который можно есть продавцы, которые доставляют товар по всему миру, и есть доставка в Россию. Для этого вам просто необходимо указать свой адрес, индекс, улица, но все как стандартно. И есть еще Amazon, который также доставляет товар, не доставляет товар в России, и вам необходимо его доставить куда-нибудь в США. Но при этом Amazon доступен у нас без всяких ущерений. Ну, давайте посмотрим Google Play Store. Во-первых, когда вы зайдете на него, вы увидите, что у вас доступны книги, фильмы и приложения. Устройство покупка не доступно. Для этого вам надо прикинуться американцам и поменять IP-адрес. Это делается с помощью прокси. Ну, я вам покажу, как это делается с помощью приложения. Называется HotSpot Shield. Программа доступна как для Windows, так и для Mac. Она бесплатна абсолютно, но в случае, если вы ее активируете, при посещении сайта у вас иногда могут появляться сверху баннеры, но это никак не мешает. Суть ее простая. Вы становитесь... У меняется IP-адрес, и вы становитесь жителем США. Давайте мы теперь обновим Google Play Store. И вы увидите, как у вас волшебным образом появляется менюшка устройства и музыка. Давайте перейдем на устройство. На данный момент сейчас, если говорить о Nexus 4, на складе нет. То есть, нет кнопки добавить в корзину, но этот момент, думаю, поменяется, потому что, насколько я знаю, было всего уже два поступления в начале старта продаж, и буквально там неделю назад он опять появлялся. Ну, давайте посмотрим, что у нас есть в наличии. Давайте для Nexus 4, по-моему, версии на 32 гигабайта. Был, да. Здесь добавить в корзину, в наличии, доставка. Нажимаем добавить. Здесь вы можете посмотреть цену, связать его с устройством Google и продолжить. Сразу скажу, что, естественно, вы должны иметь Gmail-аккаунт, быть залогинены. Нажимаем «Продолжить». И у вас всплывает менюшка. Сейчас мы подождем. Google Wallet. Здесь вы должны указать свой адрес проживания, контакты и ввести данные своей карточки. Сразу оговорюсь. Моменты. Покупка. Покупать вы можете несколькими способами. Например, заведя карточку кредитную в какой-нибудь банке. Сбербанке, Альфа-банке, неважно. При этом у вас должна быть возможность покупки не только внутри страны, но и за рубежом. Все это делается при оформлении. Это можете узнать в банке. Вы просто вводите сюда номер карты, окончание, срок ее, и на задней стороне у вас там 4, по-моему, или 3 циферки последние защитного кода. Также вы можете, если вы не хотите заводить карту в банке, вы можете воспользоваться, например, виза-карт. Киви виза-карт. Заходим на сайт Киви, регистрируемся, там найдете меню, как создать виртуальную карту, никаких проблем в этом нет, она действует целый год, и полноценная банковская карта вы получаете, причем вы не имеете, нет никаких ограничений по совершению покупок, при этом вы не платите на ее содержание, то есть все это дело бесплатно. Пополнение Киви, я думаю, вы знаете много различных способов, включая тот же банкоматы. Если вы будете покупать через eBay, то рекомендую привязать виртуальную, не виртуальную, а свою банковскую карту к PayPal системе. Но мы давайте рассмотрим конкретно случай. Вот вы оформили банки, допустим, в BR банке, либо в Альфа банке карточку, либо зарегистрировали ее на сайте Киви, виртуальную карту Киви Visa Card. При этом вы получили номер карты, вы получили срок ее окончания и последний защитный код, последние цифры. Вы это все вбиваете в данном окошке. Второй момент. Вам адрес американский, так как у нас доставка идет только по в данном случае американский Google Play Store, соответственно доставка идет у нас по США. Что мы делаем? Существует несколько сервисов, но я пользуюсь вандеролькой. Адрес сайта будет в примечании к этому видео. Суть заключается в том, что ребята предоставляют такую услугу, как дают почтовый адрес в США. В данном случае это, если не ошибаюсь, Орегон, штат. И преимущество его в том, что он не облагается налогом. То есть, если вы покупаете что-то Google Play Store, вы не платите налог. Посылка идет на ваш адрес, который вы получаете при регистрации. Давайте я вам покажу, что за адрес, как это выглядит. Адрес у всех одинаковый. Это, естественно, отличается фамилия и имя. Первая строчка адреса и вторая. Здесь отличие заключается в том, что вы видите здесь решеточки. Вместо решеточек вам выделяется свой номер. Если не ошибаюсь, это 4 цифры. У каждого свое. То есть, чтобы как-то разделить по ссылке, которые приходят на этот адрес, таким-то образом все сделано. Дальше это у нас город, это у нас индекс, это у нас телефон. Преимущество бандерольки заключается в том, что вы можете заказывать несколько каких-либо товаров с разных магазинов, все будет приходить на один адрес и они могут сформировать это все в одну посылку. То есть, вы экономите на доставке. Доставка в среднем стоит от 40 до 70 долларов. Зависит от веса посылки, от стоимости посылки, будете вы ее страховать, каким способом вы будете доставлять. Доставка идет, если говорить о США, почтой США, называется USPS, государственная государственная почтовая служба США, United State Postal Service. Два вида экспресс-доставка и приоритетная, скажем так. Отличие заключается в том, что экспресс-доставка чуть-чуть дороже и ее доставляет вам курьер EMS, почтовая служба в нашей стране. Если вы выбираете приоритетную, то доставка идет через стандартную почту, то есть вы получаете посылку в вашем почтовом отделении путем получения извещения. Я рекомендую выбирать приоритетную доставку, она дешевле, но почему я это делаю, потому что она может быть немножко дольше идти, но все опять же зависит от случая. бывает, что иногда и приоритетная доставка идет аналогично, как экспресс-доставка, но экспресс-доставка много случаев воровства, особенно продукции Apple. В случае приоритетной доставки это как-то скажем так, таможню все происходит быстро и таможенники особого внимания не уделяют этим посылкам и опять же все происходит на ваше почтовое отделение. То есть вы можете не быть дома, а курьер с EMS почты может приходить и вас просто не быть дома. Проще и выгоднее именно приоритетно. Опять же 40-70 долларов зависит от веса, стоимости и страховки. Так, давайте я как заполняется имя. Имя свое сюда вводите, почтовый адрес почтовый адрес здесь есть две строчки. Вы вот эту вводите сюда, потом во вторую вводите вот эту строчку. Вместо решеток у вас должен быть свой номер. давайте я вам покажу как это заполняется. Повторюсь, вместо решетки ваш номер, который вы получите в личном кабинете после регистрации бандерольки. Давайте, допустим, 1, 2, 3, 4. Город, как я вам говорил, вот этот штат, выбираем, Орегон, и почтовый индекс берем здесь. Все, вы заполнили. Снизу, как всегда, заполняйте данные вашей карточки кредитной, нажимаете «Продолжить». Я заполнять, естественно, вводить не буду свои данные карты. И вам доступна следующая будет процедура. Вам вывели данные своей карты, вывели свой домашний адрес, и вам нужно будет еще ввести адрес доставки. Адрес доставки абсолютно вводится так же, как и домашний адрес. Естественно, заполняется таким же образом поля. Нажимаете «Ок», совершаете покупку, и на почту вам приходит уведомление, что вы купили, сумма. Например, если говорить о Nexus 4, я заказывал 16-гигабайт на версию, стоит 350 долларов, плюс доставка на адрес домашний в США, по-моему, если не ошибаюсь, около 13 баксов стоит. То есть 369 долларов, около 12-11 тире 12 тысяч рублей вышло. Все. Вы теперь ждете, когда в течение обычно, ну, посылки на территорию США доставляются быстро, ну, максимум 2-3 дня, и вам приходит уведомление с бантерольки, что вам пришла посылка. вы заходите в личный кабинет, видите вес посылки, можете ее в течение 30 дней хранить бесплатно на складе и ждать появления другой посылки, чтобы сформировать все в одну. Там же вы заполняете декларацию, декларация заполняется очень просто, вы просто выбираете номинование посылки, что это, например, это мобильный телефон, либо это одежда, просто выводите мобильный телефон, одежда и указываете сумму, допустим, если это Nexus 4, то 350 долларов указываете, соответственно, это все дело страхуется. Повторюсь, вы можете указывать до 1000 в месяц, вы можете пересылать товаров на сумму до 1000 евро, это ограничение в России. Дальше все просто, вы выбираете доставку, опять же, про нее я вам говорил, рекомендую не экспресс, а именно приоритетную доставку, когда доставка будет осуществляться непосредственно через стандартную почту, то есть не EMS, а обычной почтой. При этом вы все равно получите трекинг номер, который можете отследить посылку. В среднем посылки идут в лучшем случае 10 дней, чаще всего 2-3 недели, иногда могут задерживаться и до месяца. Но, насколько я знаю, сейчас более-менее идет по 2 недели. Все, пожалуй, я, наверное, все вам рассказал. Основные моменты повторю, повторюсь, в случае, если я eBay, вы можете выбрать продавца, который доставляет, делает, осуществляет доставку в России, тогда вам не нужно будет регистрироваться в той же бантерольке, не надо париться с помощью замены своего IP-адреса на американский, тогда вам просто указать домашний свой российский адрес, и туда будет доставляться посылка. А в случае Amazon вам в любом случае придется использовать бантерольку, так как адрес доставки должен быть именно в США. Ну, опять же, это все равно удобнее для тех, кто заказывает месяц по нескольких посылок, так как вы экономите на стоимости посылки, так как это все сформируется, можно сформировать в одну посылку и отправить за те же 40-50 долларов к себе. Пожалуй, все, что я хотел сказать, если какие-то будут вопросы, задавайте в комментариях, основные моменты я озвучил, повторюсь, лучше создавать кредитную карту в банке, либо, если вы не хотите париться, можете воспользоваться Kiwi Virtual Visa Card, там без ограничений, положить на счет, 10-то на год, и спокойно заказывайте. экономия, я думаю, будет в некоторых девайсах существенна, которые, допустим, продаются у нас в России, либо которых трудно достать. Все, всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok